Спасибо. Биографию Тельман Исмаилов начал в 1956 году в городе Баку и стал десятым из 12 детей в семье. Его национально сформировали азербайджанские корни отца и еврейские матери. Мардан Исмаилов занимался торговлей, причем работал упорно и с удивительным трудолюбием, отчего ему постоянно были нужны помощники. Уже в 14 лет Тельман стал не просто помогать, а полноценно работать вместе с отцом и вскоре стал директором первого и единственного на тот момент в Баку коммерческого магазина. В 1973 году Исмаилов поступил в Бакинский институт народного хозяйства, но после обязательной службы в армии перевелся в аналогичное учебное заведение Московский институт народного хозяйства имени Плеханова. По распределению молодой человек работал экономистом в Министерстве торговли, а позднее экспертом в Востокин торге. Тогда же он познакомился с Юрием Лужковым, который на тот момент работал председателем комиссии Мосгорисполкома. А через 20 лет, уже будучи мэром Москвы, Лужков лично поздравлял Исмаилова с юбилеем словами «Тельман, ты наш брат, мы идем с тобой по жизни». «Тельман, ты наш друг, Тельман, ты наш друг навсегда. Тельман, мы с тобой, мы с тобой идем по жизни и радуемся и наслаждаемся этой дружбой с тобой и с твоей семьей». Когда Михаил Горбачев объявил в стране перестройку. «Главные идеи перестройки, включая на всех направлениях, политическая реформа, экономическая реформа, многонациональное государство, я протащил». «Тельман Исмаилов организовал собственное кооперативное предприятие и стал бизнесменом». В 1988 году Исмаилов создал предприятие под названием «Коммерческая благотворительная фирма», которая существовала за счет продажи различных товаров, включая повседневную одежду. Этому кооперативу была уготована участь стать первым звеном цепочки будущей знаменитой группы фирм АСТ, получившей название от сокращения имен бизнесмена и его сыновей – Олег Пир, Сархан, Тельман. Со временем круг финансовых интересов Тельмана Исмаилова расширялся. Он занялся гостиничным и ресторанным бизнесом, строительством, производством ювелирных изделий, открыл охранное предприятие и частное городское такси. Компании Исмаилова принадлежал столичный ресторан «Прага на Арбате», «Универмаг Вейн Торг», а также знаменитый оптовый черкизовский рынок. Как раз «Черкизон», как его называли в народе, и стал основным капиталом бизнесмена, потеря которого сильно пошатнула его доходы. Примечательно, что после того, как бизнесмен лишился черкизовского рынка, он попытался выкупить самое выгодное аналогичное предприятие Украины – рынок «Седьмой километр» под Одессой, куда специально съезжаются закупаться предприниматели не только со всей страны, но и из Молдовы и Беларуси. Но одновременно с Исмаиловым на этот рынок положил глаз Виктор Янукович, на тот момент бывший президентом, и организация перешла в руки его представителей. Сам же Тельман решил пережить кризис в Турции. Он открыл в Анталии гостиницу «Марден Палас», названную в честь отца бизнесмена, которому в день открытия отеля исполнилось бы ровно 100 лет. Между прочим, немецкая газета «Süddeutsche Zeitung» назвала «Марден Палас» самым дорогим отелем континента, так как на его постройку ушло не менее миллиарда долларов. Открытие «Марден Палас» было пояснее феерическим. Звездных гостей было не счесть. На торжество приехали Шерон Стоун, Ричард Гир, Мрая Керри и другие. Посетил праздник и Юрий Лужков со своей супругой Еленой Батуриной. Ведущим вечера был Иван Ургант. Когда предприятие было запущено в работу, бизнесмен попросил у Турции дать ему второе гражданство, и эта просьба была удовлетворена. Однако в ноябре 2015 года общественности стало известно, что владение отелем «Марден Палас» перешло турецкому банку «Халкбанк» посредством продажи на аукционе, так как у российского предпринимателя оказалось немало долгов перед турецкими компаниями. В которые бизнесмен вложил почти полтора миллиарда долларов, а потом был вынужден продать. Ну, можно сказать, за бесценок. Теперь же приходят новости о том, что этот оазис лакшери отдыха и вовсе разграблен. Но хотя туристов там давно нет, охраняют отель как военный объект. В 2015 году арбитражным судом Московской области Исмаилов официально был признан банкротом, а акционером основанной им группы АСТ стали его сыновья. В марте 2016 года решение суда о банкротстве бизнесмена отменили, но уже в августе того же года суд вновь возобновил процедуру признания экс-владельца Черкизона банкротом. В январе 2017 года сумма его долгов достигла 31 миллиард рублей. В феврале арбитражный суд включил в реестр требований кредиторов, еще 8,9 миллиарда рублей. А в марте 2017 года постановил начать продажу его собственности с торгов. В мае 2018 года с молотка ушел торговый центр на Измайловском шоссе, который также принадлежал холдингу АСТ. В том же году фигурант уголовного дела Исмаилова Мехман Керимов был приговорен к 13 годам заключения. По данным следствия, Тельман был предполагаемым организатором этого преступления, тогда как Керимов был исполнителем. Когда это стало известно, бывшего владельца Черкизона объявили в международный розыск. В 2006 году черкизовский рынок был крупнейшим центром мелкооптовой торговли по финансовому обороту. Сам Тельман Исмаилов в 2007 году был 76 в списке Forbes, и его состояние насчитывало 260 миллионов долларов. В 2015 году он был включен в число 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием в 600 миллионов долларов до того, как был признан банкротом. В личной жизни Тельмана Исмаилова все стабильно. Он давно женат и вырастил двух сыновей – Сархана и Эликпера, которые сменили его в бизнесе. Супруга знаменитости всегда предпочитала держаться в тени мужа, хотя фото Исмаилова с ней в сети не редкость. Общественности известны и братья предпринимателя. Фазиль Исмаилов был префектом Северного административного округа Москвы, а Рафик Исмаилов получил печальную славу, будучи осужденным за убийство и торговлю оружием. Тельман Исмаилов был известен как щедрый человек, все его окружение привыкло получать подарки. Также мужчина не обделял подобным вниманием и своих звездных гостей. Например, певцу Николаю Баскову он подарил виллу в Турции, актрисе Шерен Стоун – бриллиантовое колье, телеведущему и психологу Ильхаму Мирзаеву – золотой Коран, а певцу Тому Джонсу – платиновые часы. Тельман Марданович дважды пытался стать соучредителем футбольного клуба. В 2010 году он стал вице-президентом команды Рамзана Кадырова Терек из Грозного, но занялся клубом только через три года, организовав товарищеский матч с израильским бейтаром из Иерусалима, в ходе которого были оформлены два выгодных перехода футболистов. Также Тельман собирался приобрести израильскую команду в собственность, но болельщики сорвали эту сделку, после чего бизнесмен потерял интерес к футболу. В конце октября 2021 года, после ареста бизнесмена, невеста Исмаилова Екатерина Романова в очередной раз стала гостей программы «Прямой эфирм» с Андреем Малаховым, где рассказала о взаимоотношениях в семье, после восьми лет жизни с сыном Тельмана Сарханом. Женщина с детьми Русланы и Давидом оказались фактически выброшены на улицу, после чего стала регулярно появляться в различных ток-шоу, посвященных бывшему родственнику. Известные персоны привлекают к себе внимание разного рода. Имя Исмаилова не раз звучало в связи со скандалами. Когда Моника Белуччи развелась с Венсаном Касселем, прессу захватили слухи, что жена артиста и признанная в мире красавица ушла к азербайджанскому предпринимателю. Однако пресек поток информации сын Исмаилова Сархан, отметив в интервью, что новость лишь заставила всю его семью, в том числе и отца, посмеяться. Тельман Морданович сделал один из щедрых даров золотому голосу России, Николаю Баскову. Подарком стала вилла, расположенная на территории Марден-Палас. Помещение было передано в пожизненное пользование певца. Однако, когда владелец отеля сменился, право Баскова на апартаменты было аннулировано. Прогремел и инцидент, в котором фигурировали имена Исмаилова и Авраама Руссо. Исполнитель обвинил бизнесмена в том, что тот был причастен к его избиению в 2004 году. По словам певца, без участия предпринимателя не обошлось и в покушении на убийство Руссо в 2006 году. Когда в него попали три пули. Страшно. Мучения. Муки были такие. Во-первых, физическое состояние было очень нехорошее. Адские боли были. То есть я врагам, как говорят, не желаю. Но каким-то образом победил. Остался жив. Я должен был, по идее, несколько раз в моей жизни умереть. Поэтому, что сказать о том. Человек взял ее в открытом месте, сбивал и похитил. Что известно о Тельмане сейчас? Некоторые моменты. Марина Русакова, адвокат бывшего хозяина черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, объявила о закрытии уголовного дела против бизнесменов Швейцарии в январе 2021 года. Как сказала Русакова, дело закрыли из-за недостатка доказательств. Швейцарская прокуратура не получила подтверждения многим утверждениям о причастности Исмаилова к тем или иным преступлениям. Кроме того, ему выплатили компенсацию в размере более 15 тысяч швейцарских франков. 1 октября 2021 года стало известно, что Исмаилова задержали в Подгорице, где он жил в частном арендованном особняке. Позже бизнесмену предоставили политическое убежище. Здесь у меня за это время много адвокатов работало в разных странах. И у меня, который адвокат, работал в Черногории, мы с ним очень близко подружились. И мне с ним комфортнее было, поэтому я попросил его. Когда есть за что, это терпимо. А когда не за что, это обидно. Я себя успокаивал тем, что слава богу, что я в тюрьме не там. Не в России, а здесь. Следственный комитет России потребовал разобраться в основании отказа Черногории в выдаче Исмаилова. Там заявили, что не могут согласиться с этим решением. Тельман Исмаилов находится в международном розыске с 2017 года за организацию заказных убийств. По версии следствия, Исмаилов вместе с братьями Рафиком и Вагифом разработали план убийства бизнесмена Владимира Савкина и учредителя Люблино Мотрос Юрия Абрилева, которое произошло 15 мая 2016 года. Их расстрелял киллер Мехман Керимов. Исмаилов не признает вины в обменяемом ему преступлении. Интересные факты от Эльмани. Главное хобби предпринимателя из Азербайджана это коллекционирование наручных часов, которых у него насчитывается свыше 2000 пар. В 1999 году предприниматель был награжден почетным дипломом президента Российской Федерации за активную благотворительную и спонсорскую деятельность в области культуры и искусства. На 50-летнем юбилее бизнесмена с музыкальными подарками выступали Дженнифер Лопес и Джеймс Браун. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если хотите поддержать канал финансово, ссылка в описании. У меня также есть бусти, на котором контент будет всегда выходить раньше, чем на ютуб. Некоторый контент будет сугубо только на бусти. С вами не прощаюсь и до встречи.